Доброго времени суток, товарищ танкисты! На дворе только 1 декабря, а известно уже практически все, что будет в новогоднем ивенте, который начинается во второй половине декабря. Поэтому предлагаю поговорить о всей халяве, которую будет нас ждать уже совсем скоро, ибо на халяву практически без особых усилий можно будет получить как минимум 2 танка, а если постараться, то больше. Также я расскажу, чем этот ивент будет отличаться от предыдущего, ибо отличия и правда есть, и они действительно пошли в лучшую сторону. В общем, поговорим о всех секретах новогоднего ивента, и чтобы добавить вам немножко новогоднего настроения, я сделаю вот так, и у нас в видосе пойдет снег. Да, я знаю, он может вас немножко бесить, но я его не уберу, потому что он мне нравится. Также в этом видео я расскажу, как подготовиться к новогоднему ивенту, а также о скрытых танках, которые сейчас на супертесте, и, вероятно, окажутся в клиенте уже в следующей обнове. Ну и чтобы вы не подумали, что мне прокласили ВГ за вылизывание данного ивента, вот вам реклама, и мы начинаем. Ну и также по классике спасибо большое командору, который нарыл всю эту информацию, ссылочка на него, вы сами знаете, где находится. Что делать, если не хватает денег на новый игровой ПК, а поиграть в топовые игры хочется уже сейчас? Тогда воспользуйтесь сервисом GFN.ru, это сервис облачного гейминга, который позволяет играть в топовые игры на максимальной графике практически на любом устройстве. Слабый ПК, МАК, Андроид ТВ, телефон или планшет, неважно, а все потому, что игра запускается на мощном железе серверов NVIDIA, а вам лишь транслируются изображения. Да даже твой мобильный телефон можно превратить в игрового зверя, достаточно просто перейти по ссылке в описании, пройти быструю регистрацию с подтверждением электронной почты и можно уже играть. Забудьте про нехватку места на жестком диске, про постоянное обновление, ведь на севере GFN.ru уже скачены и обновлен огромный каталог игр, причем можно играть даже через браузер, казалось бы, что может быть удобнее. А такие игры, как Valhalla, Watch Dogs, Cyberpunk будут доступны с первого дня их выхода, поэтому переходи по ссылке в описании и опробуй север GFN.ru уже сейчас, ведь будущее, когда ты можешь играть во все топовые игры на любом железе, уже наступило. Итак, давайте начнем немножко с разогрева, а именно со скрытых танков. В обновлении появятся такие машины, как М41Д, это китайский бульдог, который будет отличаться от немецкого более высокой альфой, по заверению разработчиков. СТГ, это средний советский танк с задним расположением башни, АМХ М4 МЛЕ-54, который будет главной наградой в новогоднем ивенте, о чем далее пойдет речь. А также советский коллекционный танк 10 уровня, Объект 260, который сейчас находится на супертесте. И по внешнему виду и ПТТХ он очень похож на что-то среднее между ИСом 4 и ИСом 7. А также немецкое ПТСА 8 уровня, Канон Ягдпанзер 105. Это будет что-то типа Е25, но на 8 уровне с более грозной пушкой. Но я правда не представляю, как она будет чувствовать себя на маленьких картах. В общем, покажет время и рандом. ТТХ некоторых машин вы могли видеть у себя на экране, если я не поленился их найти. Но они не финальные и все может поменяться к финальному релизу. Ну а теперь с прелюдиями мы закончили и перейдем к халяве, ради которой мы собственно все здесь сегодня и собрались. Итак, переходим к халяве. По традиции каждый год ВГ под елкой оставляет нам какой-нибудь песочный танчик. И если в прошлом году это был БТСВ, который когда-то продавался в наборах за реальные деньги, то сейчас это Т-15, у которого та же история. А поскольку песок сейчас это максимально неинтересное болото, в котором ВГ постоянно копошатся, что-то там вечно переделывая, поэтому продать этот танчик можно за 950 голды, ибо все равно играть на нем никто не будет. Ну и второй танчик, который получат практически все, это Матильда Блэк Принц, который максимально бестолковый кусок говна, как и все Матильды выше 4 уровня. Не, безусловно, как бесплатный танчик, он может быть и не самый отвратительный, но фармить на нем на постоянной основе, я уверен, что ни у кого не хватит терпения. Но еще больше терпения нужно будет, чтобы проходить этот ивент, ибо дальше, судя по тому, что говорили ВГ на стриме, для его прохождения, как и в прошлом году, понадобятся победы. А это значит неадекватный рандом, испорченные нервы, а ради чего? А вот тут уже все гораздо интереснее. В отличие от прошлого года, где максимум, что можно было получить, это снежный шарик, из которого большинству выпала свободка или франкенштанг. Из-за чего, если кто-то помнит, игроки устроили настоящий бунт и пошли штурмовать стрим картошки, а в итоге продались за шанс получить мандаринки. Эх, были когда-то времена. Ну а в этот раз все не так печально, ибо в конце этого туннеля идет снежный шар, из которого убрали свободку и франка. И вот вам неполный список наград, вы можете видеть его у себя на экране. И вот что самое главное, ради чего стоит ВГ похвалить. Они добавили возможность выбора, либо рандомная награда в виде снежного шара, либо гарантированный прем-танк Т26Е3 Игл-7. Я никому не советую доверяться танковому казину и просто взять Игл и спокойно завершить для себя этот ивент. Ну и как обычно, данный ивент можно будет упростить, если у вас есть куча свободки или же голда. И как и в прошлом году появятся сундуки, из которых, кстати, может и выпасть еще один снежный шар. Ну и понемногу будет фармиться валюта, которая очень похожа то ли на танк, то ли на какую-то свечку. В общем, пока не совсем понятно, что именно это за валюта, но чуть позже ВГ, думаю, об этом сами расскажут. А также вот вам небольшой анонс. Мы с Таглядом будем открывать сундуки на более чем миллион свободного опыта, потому подписывайтесь на мой канал и канал Глеба, чтобы ничего не пропустить. Также не забывайте про наш Дискорд сервер, где я постараюсь каждый выходной катать со всеми желающими во взводе. Поэтому, если вы такой же хикан, как и я, и у вас нет друзей, с кем можно было бы покатать во взводе, то милости просим. Помимо этого, также появится аукцион, где можно будет купить редкий премиум танчик, а также ВГ уже показали новый боевой пропуск, который будет в стиле стимпанка. И из танков там будет Тигр-131 футуристичном камуфляже. Поскольку боевые пропуска у нас теперь поставили на какой-то конвейер, то что-то подробно о них говорить смысла нет, поэтому особо обмусоливать его не будем. Но он все равно по-прежнему очень выгодный, и при этом цена у них не изменилась. Ну а пока что на этом на сегодня с новостями у меня все. Всем огромнейшее спасибо за ваш просмотр, не забывайте про лайки, подписку на канал. И ждет много всего интересного, Декабрь обещает быть очень насыщенным, как в плане контента в игре, так и у меня на канале. Поэтому всем до скорых встреч, пока!